Если театр начинается с вешалки, то свадьба должна непременно начинаться с любви. Здравствуйте! Вы смотрите «Сделанный с любовью» выпуск программы «Новая Я». Если вы уже остановили свой выбор на том, с кем собираетесь провести остаток своей жизни, теперь следует переходить к самому главному – выбору платья и туфель. Не переживайте, вы обратились по адресу. Итак, мы начинаем. Сегодняшний выпуск смело можно было бы назвать «Назад в будущее». Нет, никаких летающих овербордов и сумасшедших ученых. Наша машина времени – классика предыдущих декад и профессиональные руки стилистов. Давайте теперь «Винтаж». Это может быть в 70-е годы. Давайте решим тогда. Тут есть где поиграться, потому что тут можно пойти выбрать себе любое стилистическое шаги. Там выгодят. Чего вы переживаете? Тоже наши проблемы. В центре внимания – лаконичный образец стиля «Нью-Лук» 50-х силуэтом, песочные часы и открытыми щиколотками. Маленькое белое платье или эталон свадебной элегантности. Но обо всем по порядку. «Назад в саду» Давайте что-то про «Винтаж-Винтаж». «Винтаж-Винтаж» Винтаж-Винтаж – это романтичный образ, окутанный аурой тепла, аристократизм и эрунда. На данный момент это одно из очень модных направлений в создании стиля свадьбы. Буалетки, перчатки, открытая спина – это одни из самых стильных элементов образа. Выбирая стиль «Винтаж», нужно ориентироваться на определенную эпоху. Это 20-е годы, 30-е годы, 50-е годы. И подбирать уже под эпоху стиль свадьбы. Причем обязательно для каждой эпохи – это красные яркие губы. Одно из очень популярных укладок для волос – это неиспадающие объемные локоны, которые можно присобрать в бок, если платье имеет асимметричный вырез. Если же платье с открытой спиной, лучше все-таки эти объемные локоны подобрать. Можно сделать красивую классическую укладку, ровные блестящие волосы с лаконичной челкой и украсть эту укладку тиарой из горного хрусталя. В любом случае, независимо от прически, или укладки, которую вы выберете, не забудьте про аксессуары. Это может быть брошь, это может быть диодема, это могут быть цветы. Все приветствуется в стиле винтаж. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok В нашем случае мы выбрали образы 50-х годов и хотели создать из нашей невесты вот этот образ принцессы-аристократки. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Как в ретро, так и в принципе любом другом мейкапе главная кожа. Тональное средство должно быть очень легким, румянец-свежим, а пудру лучше использовать по минимуму. Визажист должен внимательно отнестись к подготовке кожи и не жалеть матирующей основы, особенно если вы обладательница жирной кожи. Если нужно добавить яркий акцент, то пусть он придется на губы. Фуксия, коралловый, розовый, томатно-красный, ягодно-красный – любой из этих цветов будет выглядеть уместно и модно. При выборе оттенка, кстати, можете ориентироваться на цветы в вашем букете или на оттенки платьев подружек невесты. Мейкап в стиле 70-х будет хорошо смотреться с платьем свободного кроя и распущенными локонами на прямой пробор. Бронзовые оттенки, подчеркнутые скулы, размашистый вариант с макияж в натуральных тонах, нейтральная помада. Другой вариант ретро-макияжа – стиль 60-х годов, основным атрибутом которого являются широкие стрелки. Нейтральные тени, только чтобы подчеркнуть рельефность века, выразительные губы, густо прокрашенные ресницы, губы натурального оттенка. Такой макияж подходит под разные образы, поэтому платья и прическа могут быть любыми. В свадебном макияже не обойтись и без накладных ресниц, которые сделают взгляд глубоким и выразительным. Есть еще один секрет для невесты – это контактные линзы, которые не меняют цвет глаз, а лишь подчеркивают оттенок и делают его ярче. Ведь ваш взгляд должен быть неотразимым в этот прекрасный день. Каждая невеста в день своей свадьбы хочет выглядеть идеально. За полгода невеста знает, какой образ будет у нее на свадьбе, вплоть до мелочей. А я, в свою очередь, могу вас проконсультировать по поводу улыбки. Она, как и все остальное, в этот день должна быть идеальна. Если у вас зубы в хорошем состоянии, то вам будет достаточно сделать просто очистку зубов за три недели до свадьбы. А если вы мечтаете о более белоснежной улыбке, то надо обращаться к стоматологу минимум за два месяца до свадьбы. Вас проконсультирует специалист и выберет для вас более оптимальный вариант обеливания зубов. Но бывают такие случаи, когда вот эти процедуры бессильны. Например, когда флюорс, когда старые реставрации, когда диастемы, когда стираемость зубов. Вот в таких случаях мы предлагаем виниры. Виниры – это тонкие пластинки из керамики, которые накладываются на переднюю поверхность зуба. Есть виниры, которые изготавливаются при помощи аппаратуры. Она называется каткам-систем. А есть виниры, которые изготавливаются вручную. Это сложная, но уникальная работа. Главная особенность – это работа в персональном подходе. И никто никогда не догадается, что здесь поработал стоматолог. И виниры есть смысл менять только в том случае, если вы заметили, что ваша десна поменяла свою форму. Это приблизительно через 10 лет. На эту процедуру надо приходить минимум за три месяца до события. И тогда на вашей свадьбе вы будете блистать идеальной улыбкой. Виниры – это тончайшие пластинки, изготовленные из керамики или композитного материала, которые накладываются на переднюю поверхность зубов и режущий край, в отличие от коронки, которая покрывает весь зуб. С помощью виниров маскируют сколы зубов, выравнивают высоту зубного ряда, промежутки между зубами изменяют цвет эмали. Эти своеобразные полукоронки не двигают зубы, а только отвечают за визуальную сторону. Но это не мешает процедуре приобретать все большую популярность. Дело даже не только в эстетической функции. Виниры также защищают зубы от повреждений. Они изготавливаются в соответствии с формой, цветом зубов пациента и его пожеланиями. В свадебном сезоне «Новая яма» мы не только делимся с вами советами о том, как создать неповторимый образ невесты, но еще и опрашиваем невест, которые прошли через всю свадебную церемонию и готовы делиться с нами своим опытом. На очереди одна из таких невест. Самый главный вопрос – как лучше организовать свадьбу? Мое мнение, что надо сначала посоветоваться с людьми, у которых уже была свадьба. Например, я посоветовалась со своей сестрой. Можно, конечно, посмотреть в Ютубе. Есть очень много видео насчет правильной организации свадьбы. Во-первых, конечно, это было платье. Я выбирала платье, в интернете искала модель, которая мне больше подойдет. Конечно, у нас в Кишневе я не нашла такое платье, и поэтому я обратилась к дизайнеру. Он шил, конечно, в точь-в-точь, как я захотела платье. У меня платье из двух частей, и поэтому я могу ее одеть и любой другой день. Сначала вверх, потом вниз. Чаще всего люди хотят угодить и друзьям, и родственникам. Мы сделали чуть-чуть по-другому. Мы захотели свадьбу такой, более в европейском стиле, где люди себя бы чувствовали свободно, без того, чтобы напрягались, что кто скажет, и кто как посмотрит. Это у нас очень напрягает. Но у нас не было столов. Мы сделали стол-фуршет, люди подходили, брали еду, садились с кем захотели за стол, где захотели, хотели не сидели вообще. Это был вариант свадьбы для друзей. И вторая свадьба у нас была с родственниками. Это было в другом городе. И там было совсем по-другому, конечно. Были столы, где все сидели, кушали много молдавской еды. И мы соблюдали все традиции для того, чтобы была рада бабушка и дедушка. Я могу посоветовать то, что каждый решал для себя, как он хочет. Вот у вас есть две половинки, да? Это ваша свадьба. Это не родственник свадьбы, это не мама и папа. Это ваша свадьба. И вы должны сделать так, чтобы вы хорошо себя чувствовали, чтобы у вас были потом хорошие воспоминания об этом дне. Самая главная ошибка, которую мы допустили, то, что мы не готовились заранее. Я считаю, что надо готовиться за полгода где-то, чтобы успеть шить платье, найти хорошее место, где вам понравится, чтобы была организована свадьба, чтобы успеть пригласить всех знакомых, друзей, родственников. И, конечно, декор, чтобы найти подходящий. Очень классно на свадьбе придумать какой-то сюрприз для всех, и особенно для жениха, конечно. Это я заказала торт. На нем были наши инициалы, фамилия. И наверху была статуэтка с я и мой муж. У него на рту была наклейка, тут было написано «Ес». И это было очень смешно, конечно. Ему очень сильно понравилось. Мой совет новобрачным – делать свадьбу, как они хотят, и никого не слушать. Тогда все получится очень-очень хорошо, и этот день запомнится на всю жизнь. Потому что мы этот день делаем один раз в жизни. Субтитры подогнал «Симон» Макияж телевинтаж – это яркие губы, это бледная кожа, это четко очерченные брови. В эпоху 20-30-х годов очень популярны были глубоко посаженные глаза. Этого эффекта можно добиться путем растушевки темных теней, ну и черных стрелок. И все-таки соблюдая золотое правило макияжа, акцентом должен быть либо на губах, либо на глазах. Поэтому, если у нас очень темные глаза, стараемся делать не такие яркие губы. Наш макияж – это классический стиль винтаж, когда яркие губы, черные стрелочки, пышные ресницы, которые не очень сильно изменяют природную красоту невесты. Стиль винтаж не очень изменился во времени. Он более стилизованный, но он все равно остается с ноткой аристократизма, стиля и утонченностью, где не требуется больших изменений для того, чтобы этого образа добиться. Главное правильно расставить акценты. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Продолжение следует... Решение для этой прически было очень нестандартное, так как хотелось облегчить саму прическу, чтобы она не утяжеляла, мы использовали обычные шарики. Продолжение следует... И в конце украсили прическу живыми цветами. Это всегда актуально и романтично, красиво. И в конце украсили прическу живыми цветами. Если раньше сложно было представить себе невесту, которая отправилась бы под венец без фаты, то сегодня это совершенно необязательный атрибут. Тем более у девушек есть огромное количество альтернативных вариантов, которые ничуть не уступают красотой классическому аксессуару. Самый простой вариант – изящный ободок, украшенный камнями, жемчугами, бисером. В таком виде на подиум выходили невесты на показах свадебной коллекции Оскара Ди Лоренто, Каролина Херрера и Дженни Пехэм. Аксессуары могут быть тонкими и изящными или наоборот стать главным акцентом образа. Второй вариант – жемчуг. Любимый материал Coco Chanel можно обыграть по-разному. Продолжатель ее дела Карла Герфельд вплетает жемчужные нити, высокие прически и закрепляет их крупными брошками. Каролина Херрера использует шпильки для волос, украшенные огромными гипертрофированными жемчужинами. Одна из невест на шоу Оскар Ди Лоренто вышла на подиум с прической, украшенной крупной брошью из драгоценных камней. Такой аксессуар идеален, если ваш бьюти-образ будет достаточно минималистичен и сдержан. Смелым невестам и любительницам ретро придутся по душе вуали. С одной стороны они напоминают классическую фату, а с другой выглядят очень необычно. Когда крики горько отзвучали и новобрачные наконец-то вселились в свой дом мечты, психологи советуют обзавестись коробочкой. Для чего – сейчас узнаете в нашей постоянной рубрике. Понимая, что у партнера могут быть какие-то недостатки, не старайтесь его изменить. Это чаще всего вызывает только негативные эмоции, и партнер начинает говорить о том, «Ну ты же меня полюбил вот таким, ну прими меня таким же». Меняя партнера, если вы действительно хотите что-то в нем изменить, надо начинать с самого себя. Изменять свои привычки. И здесь можно привести много банальных примеров. Начиная от тюбика зубной пасты в ванной. Надо закручивать крышку или не надо закручивать. То есть вот это минимальная привычка, к которой вы привыкли до того, как стали жить вместе. Кого-то раздражает закрытый тюбик пасты, кого-то раздражает открытый. Это минимальная привычка, которую можно договорясь, либо принять ее такой, какая она есть. Тому, кому нравится закрывать, закрывают. Тому, кому нравится открывать, открывают. Та же тема пресловутых носков, когда, если уж эстетический вкус женщины, настолько это не может выдержать, ну сделайте красивую коробочку, пусть они лежат в красивой емкости. Но коробочку надо обязательно поставить на то место, где чаще всего обитают эти пресловутые грязные носки. У-у-у-у-у, разбросаю я носочки, у-у-у-у, по периметру жилья. То есть, меняя свои привычки, можно постепенно изменить и партнера. Но начинать ломать, что-то очень жестко изменять, возникает вопрос, а зачем вы тогда создавали семью? А зачем вот нужно было все это начинать, если сейчас так много не устраивает? Следующий момент, на который стоит обратить внимание партнёрам, это попытаться принять родных и близких своего партнёра. Влюбляемся мы в мужчину, в женщину, у каждого, да, свой партнёр. Но хотим мы или нет, вместе с ними в жизнь молодых приходят родственники. И опять-таки постарайтесь договориться, постарайтесь найти тот, компромисс, который будет приятен вашему партнёру. Никто не говорит, что вы должны стать закадычными друзьями, но при этом и полностью отвергая родственников партнёра, вы тоже можете создать ситуацию, когда ваша любовь может, к сожалению, разбиться о лодку быта. Так что будешь петь Натали? И никаких разговоров. Натали, утоли мои печали, Натали. Есть ещё такая очень хорошая психологическая рекомендация, когда мы говорим, гасите первые ссоры. Если вы чувствуете, что ваш партнёр на взводе и хочет как-то резко высказать свою точку зрения, постарайтесь это погасить. Каким образом? Всегда можно сказать, я всё равно люблю, а я люблю тебя и таким. В то же время идите мириться первым. Вот не надо ждать, кто это должен сделать, мужчина, женщина. Когда на кону и самое ценное это отношение и любовь, то не важно, кто помирился первым. Главное, что мы находимся в мире и в согласии друг с другом. И после этого можем разговаривать. Поэтому вот такое тоже золотое правило. Гасите ссоры и миритесь первым. И не считайте, кто сделал это чаще, реже, лучше, быстрее. Потому что вы пытаетесь сохранить любовь. И это самое главное, что есть в вашей жизни. Если вы уже остановили свой выбор на том, с кем собираетесь провести остаток своей жизни, теперь следует переходить к самому главному выбору платья и туфель. Сегодня у нас невеста в стиле винтаж. Ты знаешь, когда говорят винтаж, очень многие путают это понятие со стилем ретро. Поэтому предлагаю нашу дискуссию начать с сравнения. Винтаж и ретро в чем кардинальное отличие? Вот как стилист, давай ответим на этот вопрос. Ретро – это более широкое понятие, которое включает в себя винтаж. Винтаж – это действительно старая вещь. Что касается ретро, ретро – это может быть стилизация. То есть она может быть новой, но стилизованной по старину. Но стилизованной по старину, да. Винтаж – настолько модное слово, что его используют для описания любой вещи старше пяти лет. Но откуда взялся этот феномен и зачем он нужен, знают разве что дилеры винтажа и его заядлые коллекционеры. Сейчас мы поможем вам разобраться в понятиях. Первое, с чем всегда сталкиваются люди, только подступающие к винтажу, – это сакраментальный вопрос. А чем, собственно, винтаж отличается от секонд-хенда? С технической точки зрения, в принципе, ничем. Это старая одежда, которую часто, но, кстати, не всегда, носили. Концептуальность же винтаж от секонд-хенда отличается принципиально. И прежде всего тем, что это старая одежда, прошедшая систему фильтров, то есть специально найденная, отобранная и встроенная в определенный модный контекст. Именно так работают винтажные дилеры. Они просеивают то, что собирается для безымянных благотворительных магазинов и складов секонд-хендов, находят там стоящие вещи, приводят их в порядок и выставляют уже в собственных винтажных магазинах. Собственно, так винтаж и появился в середине 90-х, когда исследователи моды в Париже и Милане стали находить, отбирать и выставлять в своих магазинах вещи предыдущих декад. И к ним стали ходить Джон Гальяна, Николя Гескер и Фрида Джанини в поисках чего-то интересного, характерного, оригинального и просто как-то пробуждающего работу их творческой мысли. Кстати, как оказалось, именно 90-е были последней оригинальной модной декадой. Дальше, вот уже 20 лет, мы имеем дело исключительно с торжеством винтажа, когда мода занимается тем, что перебирает декаду за декадой. Что тут на что повлияло, увлечение винтажем на моду или фэшн-постмодернизм на увлечение винтажем, трудно сказать, но связь одного с другим совершенно очевидна. И сегодня сами 90-е как раз стали верхней границей винтажа. Вещи должно быть хотя бы лет 20, чтобы она превратилась в винтаж. Нередко винтаж путают и с ретро, но основное его отличие от стиля ретро заключается как раз в том, что ретро допускает реплики, имитацию старинных вещей, искусственно состаренные вещи, сделанные тем не менее из современных материалов. Винтаж, напротив, предполагает, что все старинные вещи подлинные. Подобрать декор для свадьбы, полностью состоящий лишь из винтажных вещей, очень непросто. Но каждая подобная деталь станет вашей особой гордостью. Для винтажной свадьбы лучше всего подойдут мягкие приглушенные пастельные оттенки. Бежевый, персиковый, нежно-розовый или зеленый, светло-голубой или сиреневый, припыленный синий, серебристый, золотистый, а также все оттенки коричневого и бордового. Винтажное свадебное платье уже само по себе персонаж свадьбы. Наибольшей популярностью пользуются 20-е и 50-е годы. Облегающее платье в пол с открытой спиной, бахромой или расшитой стеклярусом. А может, вырез лодочка, длина миди и пышная юбка. Выбирайте сами, какой стиль ближе вам. Помните, кружево и жемчик для стиля винтаж актуальны всегда. Давай расскажем про невесты в стиле винтаж. Какие есть вариации на эту тему? Это однозначно какой-то один образ или можно выбирать разную длину платьев, материалы, фасоны, модели? Здесь довольно-таки обширная тема. Вы выбираете стилистику, выбираете года и уже подбираете платье. Винтажное платье, наверное, сложнее найти. И, наверное, все-таки придется выйти в ретро. Ну, то есть стилизовать под винтаж. Если найдется платье бабушки, мамы, есть невесты, которым приятно это будет одеть. Я только хотела как раз сказать про такую красивую традицию, когда молодая девочка выходит замуж в платье, которое когда-то принадлежало ее бабушке. Я выходила замуж, у меня была фата моей свекрови. Не платье, но фата была ее. То есть какой-то элемент винтажа все равно присутствовал. Если мы говорим о том, чтобы обыграть этот стиль, я говорю о прическе, макияже, то есть это обязательно какие-то волны, да? Это что-то такое старинное? Да, то есть, ну да, как бы чаще это какая-нибудь вуалетка, вуаль, да, и таблетка с вуалью. Но опять же, что мы выберем? Мы можем сделать и в 70-х годах, да, то есть найти платье, либо пошить платье в таком стиле, и тогда будет абсолютно другая прическа. Здесь уже можно играть, здесь у тебя обширно. Понятно, что мы не углубимся совсем далеко, хотя в стиле винтаж подойдут перчатки, шляпы, опять же, таблетки, вуали, броши, та же фата, да, вели мелких пуговиц, где-то жемчуг может появиться. Ну, опять же, как я и сказала, все зависит от того, какую стилистику мы выберем. То есть это все несложно, да, тут можно поиграться самому. У нас сейчас есть интернет, интерес, там можно... Важно нам подчеркнуть, что стиль винтаж все-таки подходит невестам более молодым. Если девушка, женщина забирается замуж во второй-третий раз, наверное, в данном случае винтаж прибавит его возраста, да? Да, я думаю, что, да, лучше не экспериментировать, наверное. То есть это стиль больше для молодых девочек, которые просто... Опять же, ну, смотря, что мы оденем, да, если это будет легкое кружевное платье с аккуратной стоечкой, с пуговками, почему нет? Да, если это... Не стоит себе отказывать об этом. Ну, зависит от того, как женщина выглядит. Если она стройная, подтянутая, ухоженная, то почему нет? В данном случае из обуви уместны туфли на каблуке, наверное, более таком устойчивом, да? То есть это не должны быть шпильки. То есть, да, это может быть и более устойчивый толстый каблук, это может быть и туфельки со шнуровкой, это может быть и шпилька. Чтобы не говорили, что мы каким-то образом ущемляем мужчин, жених в стиле винтажа, когда его невеста в таком платье, как ему следует одеться, чтобы соответствовать? Ну, здесь мы посмотрим на наряд невесты, но здесь можно одеть жениха в классический костюм. То есть, может быть, не смокинг, может быть, и смокинг зависит от того, что оденет невеста, но классический костюм, в принципе, будет идеальным вариантом. С галстуком, либо с бабочкой, как уже. В случае с нашей невестой винтажное свадебное платье было стилизовано таким образом, чтобы удачно вписаться в современный контекст. Исполнителем задумки выступила дизайнер Ольга Порубина. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Исполнителем «Симон»! Пропитанный любовью выпуск близится к своему завершению, но настоящая любовь длится вечно. Помните об этом и не забывайте любить друг друга. На этом все. Пока-пока! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! 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 Можете еще раз сказать? «Симон»! 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 «Герой!» «Наталья!» «Симон»! 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 Вы с этими. Когда выбор избранника жизни? Извини, я так скачнула. Если вы уже остановили свой выбор на том, с кем собираетесь. Дубль 24. 24 дубль. Сейчас, сейчас, сейчас. С любви начали, да? Субтитры сделал DimaTorzok